Давайте, знаете что, давайте по нашей традиции, мы прежде чем к нашей основной презентации перейдем, мы поспрашиваем, вы родом из Луцка? Да, Волынь. Волынь. Вы там не Волынь или вы там чем занимались? Я работала в университете, преподавала и развивала собственный бизнес, кредитный союз. Да вы что? Да. То есть, как бы, сдаешь деньги, а получаешь что? Получаешь гарантии. Ага, ну, так, не получилось там накладки никакой? Нет. Все хорошо? Нет, у нас выбранная стратегия развития, да, не 100%, а 95% успеха. Но у вас не было там мужа в структурах каких-то там по безопасности, кто вас прикрывал там, что-нибудь? Нет, на то время у меня вообще не было мужа. Вот, я преподавала, и мне было очень интересно убедиться в том, что знания, которые я даю своим студентам, работают на практике. А что преподавали? Я преподавала экономические дисциплины. Я просто чего боюсь, там, где много денег, там бандиты, бандиты могут быть просто уголовные, могут быть государственные. Ну, у нас таких масштабов был кредитный союз, это был микрокредит. То есть мы большие суммы не выдавали, все держали в банке, так что... Так, типа, как товарищеская касса. Да, да, а вот таки есть. То есть у вас не было статуса в банке? Нет, 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 нет. Ну, хорошо. Это какие годы-то вы кредитами занимались? Это был 2005-2006, 2007 год. Значит, давайте немножко еще назад. Вы по образованию кто? Я по образованию вначале химик, потом финансист. Так, то есть вы все учились, учились? Да, потом получила ученую степень в экономике. Так, то есть вы как бы развились в этом направлении? Да, да. Я извиняюсь, вы на каком языке диссертацию писали? На украинском. То есть можно так? Да. А вот вы сказали на украинском, а у меня время поправляют, что правильно говорить на украинском. Я тоже говорю на украинском. Она говорит на украинском. Какая важная, ты лишь бы хороший человек говорил. Это правда, но вот как-то все поправляют, некоторые обижаются. поэтому вы в Украине, на Украине, и я теперь никого не поправляю, как сказал человек, так и слава Богу, мог вообще не сказать, вот, хорошо, значит, вы не жили за границей никогда, вот жили себе там в этой Волунской области, это районный центр, это областной центр, Волунск, а область Волунская? Да. То есть города Волуни нету? Так случилось. Это замаскировались-то там, действительно, там вражеские ряды запутаются, хорошо, значит, вот как, я даже не знал, ладно, жили, никого не трогали, диссертацию защитили, в университете преподавали, какой-то мючел фонд такой создали, там, инвестиционный, сюда только попали. Да, история, как я сюда попала, очень интересная, я познакомилась с моим мужем Сергеем в интернете. Я так уверен, что у вас там был муж? Нет. А там вы не были замуты? Не было замуты. А, окей, так, хорошо. Там немного работало, и времени искать спутника жизни не было. Нет, нет. А не было такого, что вот там в Луцке смотришь на кого-то и думаешь, вот он? Ну, дело в том, что когда я заканчивала на работу в 10-30 вечера, вот, как-то сложно было разглядеть, что это он. А мама вам что говорила? Мама, мама, как и все, мама, как говорила, ну-ка, даша дочь, а там, что выйдет. Вот, внуков когда? Да. Так. Ну, а мы чего говорили? Работа. Мама всему свое время. Говорила, протюю, маму, протюю. Да, папа все время вздыхал, говорит, не увидим мы, зятя. Так. Ну, хорошо. И вы в таком странном положении, значит, находились. Ну, кончилось-то чем? Кончилось тем, что, да, я поняла, что я могу учиться бесконечно, могу достигать чего-то бесконечно. Да. И могу в результате статься одной. Ну, вы, наверное, как такая сошла у вас, подружки, там, да, компания. Да, да, да. Но я не скажу, я не была зациклена на том, что вот мне надо выйти замуж. Вот, что попало, как попало, как-то было невидимое. Слушайте, а нет такого, что в какой-то момент подружки замуж выходят и вас перестают приглашать, чтобы одинокая там не ходила? Нет, у меня случилось немножко наоборот. Я вышла замуж, а потом подружки пошли в интернет. А вы в интернете вышли замуж? Да, я примерно... Вот Сергей, вы нашли в интернете? Да. Так. А он же в Америке? Да. Так вы специально искали в Америке или вы думаете, что хоть какой-то, пусть хоть местный? Нет, дело в том, что я даже не думала, что я буду жить за границей, потому что я не знала английского языка. То есть я в университете учила немецкий и даже не отвечала на сообщения иностранцев, потому что, ну, не знание языка и разницы культуры. Подождите, вы где-то на каких-то сайтах повесились? Да, это было «мамба.ру». Это российский сайт. Да, это российский сайт. Это как сеть, которая включает в себя, на то время она включала, там, было 57-20. О каком годе мы говорили? Я вообще начала ознакомиться за три года до того, как я встретила моего мужа. А, сего, сего? В 2003-м? Да. То есть в 2003-м году, значит, вы, так сказать, вышли на маркет, можно сказать, да? Так, если это можно так назвать. Ну да, вышли на маркет, стали вешать там профайл какой-нибудь, да? Так, фотографию красивую. А там какой-нибудь портфолио надо составить, вот там, идешь к фотографу, он тебя так снял, так, снял, говорит, тут пройди, там вот так встань. Нет, у меня такого портфолио не было. К тому же, моя ошибка была, как я потом поняла, была ошибка, что я не ставила свой город, я ставила город Киев, но я часто была в Киеве. А в чем разница? Потому что я работала в городе, где очень много молодежи было моими студентами. И как-то вот этот вот такой пунктик, вот, как-то, ну, смущал. Несерьезно. Вот. И даже когда я поставила свой первый профайл, мне казалось, что я иду по улице, и мне так пальцами пекут. Она знакомится в интернете, это как-то ненормально, она не может реально в жизни найти себе жениха. Окей. Вот. То есть это было по тем временам, это было как-то необычно? Ну, наверное, и все, что необычно, то у нас в голове, скорее. Но сейчас это более нормально воспринимается? Да, да. Я вижу людей, которые вообще из одного города, вот, вот у нас Настя работает. Офис-менеджер. И она со своим, из Кишинева, и она со своим мужем познакомилась в интернете. Хотя они жили в одном городе. Потому что люди заняты, они сидят в телефонах, в компьютерах. И интернет это как способ. Да, удобно. Познакомиться, да? Так чего, он, значит, в какой-то момент вы, значит, пошли на маркет, к вам обращались иностранцы, которые находили вас на российских сайтах. Да. Ну, не только иностранцы, но и украинцы, и россияния. То есть, есть такие, которые из-за границы ходят на российские сайты и вот там девушку ищут. Да, есть, и таких достаточно немало. Так, хорошо. То есть, я думаю, так, если девушка какую-то стратегию вырабатывает, она должна сказать, что я и на российских должна висеть, и на западных тоже. Ну, вот, опять же-таки, не знание языка. Так, вас и выручила. Да, меня и выручила, я не регистрировалась на западных. Понял. То есть, ваш Сергей пришел, искал невесту с родины. А вот он сам-то откуда-то. Сунчанин, он из Су. Да. Понял, то есть, там недалеко, можно сказать. Ну, да, так, через полстраны. Да. А там страна же небольшая. Да, так что же, значит, он не искал специфические вот из Су. Нет, он хотел познакомиться с девушкой, которая разговаривает на его родном языке. А он на каком разговаривает? На русский, украинский. То есть, он оба можете? Да. Хорошо. Ну, и вы ему что, как внешне понравились? Или что ему понравилось? Ну, я помню, что тогда я как раз обновила свой профайл, учла все свои ошибки предыдущие. Я впервые за все три года поставила свою фотографию и город Луцк. Так, Луцк. Мне пришло очень много сообщений. То есть, больше, чем обычно? Да, больше, чем обычно. Ну, естественно, пациента 80, это было просто привет, ты клевая. Девчонки, кто в Киеве живет, не пишите, что вы в Киеве. Напишите, что вы из Луцка. Будет ограниченный выбор. Пишите, что вы в Киеве. А, то есть, Луцк. Луцк – это город поменьше, чем старец. Может быть, несколько профайлов создать. Один в Луцке, другой в Житомире, третий в Полтаве. Тоже вариант. Хорошо. Нельзя исключать. Нет, можно… Вот есть слух такой, говорят, что на Дальнем Востоке девчонки красивые. Что вы из Хабара. Правда? А там, потому что полно крови. Ну, вы знаете, сказать-то можно, но просто, когда потом ты начинаешь общаться с человеком, и уже вроде как вы нравитесь друг другу, а вот есть вот этот клик в переписке, ты вот чувствуешь, что человек интересный. Он говорит, вот, а ты на какой улице живешь? Давай вот там кафе есть классный, давай сходим. А, то есть он рядом живет? Ну да, когда ты ставишь чужой город, и он живет в своем чужом городе, вот, и он говорит, давай на кофе встретимся сегодня вечерком, а ты ему говоришь, а я чем-то 600 километров. А есть такое, что девчонки ставят там все на 10 лет меньше возраста? Да, это достаточно распространенное явление, и я бы не рекомендовала такое делать. А может тут как же быть? Мужчины зачастую врут о своем росте. Комплексурить? Наверное. А то, что лысые, например, не переживают? Ну, они тоже ставят, зачастую ставят фотографии, где они выглядят моложе. То есть хотят понравиться. Да, ну, это нормальные желания. А насколько часто, что вот он там идет на такое место, вот как бы там, просто чтобы познакомиться, не столько именно семью создать, а так просто, можно сказать, даже воспользоваться? Ну, таких тоже есть очень много. Окей. То есть их можно сказать большинству. Так, но их видно как-то? Если до первой встречи общаться абсолютно обо всем, это всплывает. Если научиться читать между строк, задавать очень много вопросов, это всплывает. С другой стороны, если человек физически здоровый, то что же неплохо? Это индивидуально. Ну да, так, хорошо. Итак, значит, хорошо. Значит, девчонки скрывают возраст. Еще что-нибудь скрывают? Вес. А что сейчас тут худючая эмония? Не знаю. Это же не ко мне вопрос. А что вес-то? Ну, просто мне пишет много людей. Да. И анализируя их анкеты, раньше я этим занималась чаще, сейчас просто времени нету. Я вижу, что, да, основные моменты это возраст, вес, фотография. Ставят или же слишком яркую фотографию, привлекаешь там в купальнике, там на пляже. То есть, естественно, эта фотография будет привлекать определенную категорию мужчин. Или же пишут, что они там стройные-стройные. Там фотографию ставят там 10 лет назад. Вот. Или же возраст. А что возраст? На самом деле, я не очень понимаю. Ну, скажем, если женщина, там, не знаю, 43, да? Есть же мужчины, которые интересуются не 20-летними, а постарше. Или как? Вот если бы, вот скажем, я там, не дай бог, конечно, но вот под 60. Но я же не буду на 20-летнюю смотреть, если вот в такую ситуацию. Ну, есть разные, наверное, на самом деле, мужчины. Но я бы рекомендовала ставить свой реальный возраст. Только в таком случае можно действительно познакомиться с мужчиной, который ищет женщину такого возраста. Тут ведь страшно, я так слушаю, получается такая история. Если она поставит свой реальный возраст, а все себе десятку списывают, тогда получается, что она на 10 лет старше, чем реальный возраст. Так получается? Да. Ну, так как же это правду писать, если правда тебе набавляет 10 лет? Нет, ну там есть категория по возрасту, выбираешь. Можно слегка обмануть систему на сайте. Да, если возраст как раз-таки там 39, вот, или там 41, а там в поиске можно задать там 30-40, а тебе 41. Можно поставить 40 и потом просто объяснить, что вот... В общем, друзья, красиво не собрать, историю не рассказать. Да, но я не рекомендую играть, потому что потом все равно приходишь на реальную встречу, и человек видит, какого ты роста, какого ты веса. Я сегодня как раз имел беседу с женщиной, но она постарше, может быть, даже и меня постарше. И так случилось, что она вышла на ретайрмент уже, а потом как-то, в общем, с мужем развелась, деньги потеряла, там еще что-то, сейчас финансовая кризис была, и пытается снова найти работу. Пришла к нам учиться за нее, американка, за нее платит там казна. И я с ней сегодня вот имел дискуссию, потому что она такое резюме слепила, с которым нельзя дальше двигаться, потому что она в этом резюме на 20 лет моложе, чем она 10. И я ей говорю, ты пойми правильно, говорю, есть общепринятые трики, которые прозрачные, которые все видят, вот у тебя полное резюме этого всего. То есть люди, которые привыкли смотреть резюме, они все поняли. Но ты, говорю, пойми, есть люди, которые хотят тебя такую, как ты есть. И они бы с тобой поговорили. Но ты что делаешь? Ты обращаешь на себя внимание тех, кто ищет совершенно другого человека, но наступает момент, когда ты пришла. И в этот момент как бы все это построение, оно рушится. Вот у вас такая же история фактически. То есть ты можешь себе тут и там, и там, и здесь, а в итоге что? Да, в том-то и дело, что все так. Интернет – это всего лишь средство. И если им правильно пользоваться, можно достичь успеха. Знаете, я что подумал? Она на 10 лет моложе, вдвое худей, втрое образованней, а он, он тоже пришел, а у него денег столько никогда не было, вот, и лысину он там чем-то прикрыл, вот, и у него там трое детей от первого брака, алименты и все, и то есть, может быть, даже они ничего подошли. Да, может, они подойдут. Да, то есть, с учетом реальных обстоятельств. С учетом, да, реальных обстоятельств. Да, хорошо, мне уже нравится, это очень увлекательно. Ну, просто, понимаете, что каждый приходит со своей определенной картинкой в голове. Вот, как мне, как я, когда я сюда переехала, мне очень много писали девочки, вот, вот вы же там живете в силиконовой долине, вот, там же миллионеры. Как это познакомиться? Это правда, это правда. Вот сейчас, вот хочу сказать, что я живу... Плюнешь в кого? Ты миллионер. Да, особенно сейчас. Я живу среди миллионеров. У нас в силиконовой долине дом за миллион. Не знаю, что эти миллионеры некоторые там могут пить, там некоторые могут безработные, но у них есть дом. Дом миллионер. Ну, если дом выплаченный, да, а если за долги из банка заберет, то не совсем. Ну, если там получил по наследству. Ну, много народу с денежкой, да. Точнее, это может быть не денежка в виде счета банковского, это может быть денежка в виде земли, которую надо еще продать. И какой-то лачуге сверху, которую еще снести 25 тысяч по истории, чтобы что-то построить. Такое, вроде, берешь на строительство, черт, еще дополнительный расход снести надо. То есть, Америка – это не обязательно миллионеры. Здесь есть очень много талантливых, умных мужчин, которые работают в компаниях. Да, у них нет миллионов, но эти мужчины, они ищут спутниц жизни, и они готовы подарить свою жизнь, свое пространство, быть вместе с мужчиной. Много неприсмотренных мужиков. Много неприсмотренного мужу. Пعчески для себя. Кстати, сrah, ты taraf. Спасибо за субтитры сделать это всю мою see. Субтитры подогнал «Симон»!